Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского телеканала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. 140 уралманов в Тимиртау не могут получить гражданство. Из-за отсутствия прописки люди вынуждены выплачивать штрафы. Среди них есть даже те, кто живет в Казахстане больше 10 лет. Мне 75 лет. Я повидал многое, но такой несправедливости нигде не видел. Все чиновники в этой стране врут. Руководитель архива Карагандинской области устроил своих сестер к себе в ведомство на руководящей должности. Госслужащий уволен. Совет по этике следит за подобными нарушениями. По пути твори добро. Агитационные и медицинские поезда спешат к людям, проживающим в отдаленных уголках Казахстана. В чем же уникальность таких акций? 140 уралманов из Тимиртау не могут получить гражданство. Многие из них вынуждены платить штрафы из-за отсутствия прописки. Несмотря на то, что живут они в стране не первую пятилетку, их дети, рожденные в Казахстане, считаются гражданами чужой страны. Ситуацией разбиралась Аймамрина. Мне не дают гражданство из-за того, что я говорю правду. Пускай тогда расстреляют меня и успокоятся. 75-летний Роман Абеля Акимов приехал на историческую родину 12 лет назад. Несмотря на это, по документам он до сих пор гражданин Узбекистана. Срок вида на жительство уже истёк. Приходится платить штрафы. Вдобавок ко всему, по карманам бьют и медицинские услуги. Ведь получить бесплатную помощь из-за отсутствия прописки невозможно. Со слов Аксакала, самое обидное в этой истории не скитание по съёмным квартирам, а нежелание власти регистрировать его в органах миграции. Мы приехали на родину, а нас как собак гоняют. Гражданство не дают, в поликлиниках не принимают, работы нет, детей наших казахстанцами не признают. Зачем мы сюда приехали? Число таких уралманов 140 человек. Всё они приехали в Казахстан в надежде на лучшую жизнь. А теперь вынуждены скитаться. Ведь в миграционной полиции каждый раз требуют новую бумажку. За ней уралманам приходится ездить в Узбекистан чуть ли не три раза в год. По этим свидетельствам выдают гражданство в Кустанае и Павлодаре. Почему в Караганде такая ситуация? Они не принимают документы, которые сами же и выдавали. Говорят, сроки вышли, но на документе нет ни одной даты. Из-за отсутствия гражданства нас не берут на работу. Мы разнорабочие, работаем за копейки. Мы протестуем, нам нужна квота, нам гражданство нужно. Получить гражданство не могут, как оказалось, в основном люди, приехавшие в 2013 году. В связи с изменениями в законодательстве их до сих пор не считают казахстанцами. В миграционной службе об этом знают, но переступить закон не могут. С августа месяца 2011 года по декабрь 2013 года книжка Уралмана выдавалась только на один год. А уже с 2013 года по сегодняшний день книжки Уралмана выдаются на 7 лет. Вот этот промежуток времени с 2011 года по 2013 год, кто получил статус Уралмана, они только получили на год. Получается, они в данный момент просрочили. В миграционной службе обнадежили. Люди гражданства получат, но только через 5 лет. А пока отчаявшиеся Уралманы готовят письмо на имя президента страны. Аймамрина Арман Нартаев, первый карагандинский. Аким области Нурмухамбет Абдебеков проводит рабочие поездки по региону. Не оставил без внимания и город Сарань. Глава области посетил Саранское водохранилище, ознакомился с работой противопаводкой комиссии. Глава региона интересовался наиболее опасными участками и вероятными местами прорыва дамбы. Нурмухамбет Абдебеков дал поручение усилить работу мобильных групп в паводковый период. И предупредил Акима города Анатолия Шкарупу о персональной ответственности. Также Нурмухамбет Абдебеков побывал на предприятии ТОО «3К Бетон», которое специализируется на производстве железобетонных изделий и стеновых панелей. Директор данного объекта Александр Кику рассказал о технологической системе производства и деятельности предприятия в целом. Рынок сбыток готовой продукции не ограничивается Карагандинской областью. Свои изделия они поставляют по линии АО «Фонд недвижимости Самрук Казана» на коммерческие объекты города Астаны. Также предприятие включено в перечень официальных поставщиков «Экспо-2017». Проектная мощность ТОО «3К Бетон», более 187 тысяч тонн железобетонных изделий. Здесь 4 месяца, уже вот здесь будут цокольные этажи стоять, параллельно с ними. То есть мы не будем строить только два этажа. Давай проработаем. Давай где-то к сельде, наверное, встретимся. Еще одним объектом посещения главы области стало ТОО «Санпейпер», где реализуется инвестиционный проект «Организация производства санитарно-гигиенической продукции на бумажной основе». Руководитель производства Вадим Цапко подробно разъяснил ход реализации проекта и рассказал о производстве изделий, хозяйственного, бытового и санитарно-гигиенического назначения. На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт части имущественного комплекса. Установлено оборудование для реализации первого этапа производства. С июля 2015 года введена в эксплуатацию первая очередь проекта. С начала запуска произведено более 900 тысяч килограмм продукции на сумму около 360 миллионов тенге. В 2016-2017 годах планируется завершить полную модернизацию комплекса и приобрести оборудование для производства бумажной основы. Стоит отметить, что оба предприятия активно пользуются инструментами государственной поддержки в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В нынешнем году в Карагандинской области планируется увеличить на 300 гектаров площади посадки картофеля и овощей с применением капельного орошения. Общая площадь посадки составит более 1000 гектаров. Об этом и многом другом доложил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Бауржан Асанов. Для проведения весеннего сева сельхозтоваропроизводителями засыпано более 70 тысяч тонн семян зерновых культур и 28 тысяч тонн посадочного материала картофеля. Введение освоения севоборотов является важнейшим условием подъема культуры земледелия. На сегодняшний день по области запланировано введение 617 единиц севоборотов на площади 1 миллион 102 тысяч гектаров пашни. В этом году по региону распределено 163 тонны семян многолетних трав для посева. Для определения качества всех семян проводится проверка качества специализированной лаборатории. На данный момент из имеющихся семян на проверку поступило более 56 тысяч тонн, что составляет 79%. Принять действенные меры по вовлечению в оборот всех неиспользуемых пахотнопригодных, в том числе орошаемых земель. Обеспечить необходимое количество горюче-смазочных материалов в хозяйствах до начала посевных работ и подготовить технику. В проведении весенних полевых работ будут задействованы порядка 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Для проведения весенних полевых и уборочных работ для производителей сельхозпродукции предусмотрены меры государственной поддержки, а именно субсидии на сумму более 1 миллиона тенге. В Караганде прошло заседание Совета по этике Министерства по делам Государственной службы Республики Казахстан. О том, какие изменения были внесены в законодательство в следующем сюжете. По результатам анализа, вышеуказанные факты были устранены, лица привлечены к соответствующей ответственности. В данных случаях имели место протекционизм и семейственность управлений, а также его подведомственных учреждений. В 2016 году вместо Института дисциплинарного совета был создан Совет по этике, согласно вновь принятому закону о Государственной службе Республики Казахстан. 11 февраля состав Совета по этике Карагандинской области был утвержден. Раньше Институт дисциплинарного совета склонялся к карательной практике, но в соответствии с новыми поправками в законодательстве превенция отдается профилактике. Мы хотим, чтобы на сегодняшний день Совет по этике не только вырабатывал, скажем, карательную практику, а предпринял те моменты, чтобы предотвратить, предупредить, остерегать наших, может быть, и молодых государственных служащих от неосторожного шага. Потому что один неосторожный шаг может повлиять на его дальнейшую судьбу. А в начале его карьерной лестницы мы, если вот эти моменты предусмотрим, предупредим, тогда, если человек примет все это внимание, проанализирует, он в дальнейшем может состояться как честный, справедливый государственный служащий и никогда не приступить к закону. Сейчас в состав Совета входит 11 человек. На первой организационной встрече прошло знакомство членов Совета по этике. Екатерина Афанасьева, Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Другим новостям. В фирменном магазине «Горячий хлеб» на улице Жильтоксан нового Балхашского хлебозавода появилась еще одна витрина. Вывеска над ней гласит, если вы нуждаетесь, можете взять хлеб бесплатно. Так, руководство хлебокомбината помогает обеспечить незащищенные слои населения самым главным продуктом – хлебом. Пенсия, конечно, немножко сложности. Так что, если когда иногда возьмешь бесплатный хлеб, то это большое вам спасибо. И пусть эта акция продлится как можно дольше. По-моему, она больше помогает, конечно, нам, пенсионерам, у кого маленькая пенсия, и особенно у кого много детей. Данная акция позволила болхашцам почувствовать внимание и заботу. Несмотря на кризис, это доброе дело будет иметь свое продолжение. Государство хоть и отпустило цены на хлеб, мы относимся к этому с пониманием. Хорошо, что в магазинах нового хлебозавода появились витрины, где пенсионер может подойти и взять хлеб бесплатно. Очень хорошо, что витрина стоит отдельно и может подойти и самой взять хлеб. Это не унижает достоинства. Очень хорошо, спасибо, кто тут сделал. Ассортимент хлебобулочных изделий на Балхашнан постоянно расширяется. На сегодняшний день выпускается более 65 наименований. В отделе реализации заверяют, что продукция вся раскупается и остатков не бывает. Это позволяет болхашцам получать всегда свежий хлеб. В добрый путь. С вокзала Караганды отправились два поезда Саламата-Казахстан и Менгалекьель. Они созданы для удобства жителей отдаленных поселков и станций. Консультирование по всем актуальным темам, возможность получить ответы по вопросам образования, права социальной сферы, индивидуального предпринимательства, а также получить качественное медицинское обслуживание. Подробности в следующем сюжете. Саламата-Казахстан Время и материальные затраты сельчан. Саламата-Казахстан будет останавливаться в 19-х станциях Карагандинской области. Будет оказывать медицинские помощи. На всех станциях, где будет останавливаться и Менгалекьель, и Саламата-Казахстан, будут организованы специальные дежурства с департамента по ЧАЭС. А также внутри поезда тоже специалисты, которые готовы оказать помощь в любом случае. Медицинские вагоны оснащены необходимой аппаратурой и медиками 20 врачебных специальностей. Все виды медуслуг совершенно бесплатны. По итогам статистики, в сутки персонал медицинских поездов принимает около 200 человек. Высококвалифицированные специалисты узкого профиля обслуживают жителей глубинки по самым высоким стандартам. Оторюсь, 40 дней мы будем направляться в направлении Дисказгана. Оттуда мы вернемся в Караганды 8 числа. После этого мы направимся в район Осакаровки. И по истечению этого времени еще в Карагайлое заканчиваем 25 марта. Участники акции «Саламаты-Казахстан» организовали яркий концерт прямо на перроне вокзала. Горожане могли наблюдать изящные танцевальные па и звонкое пение карагандинских культурных объединений. А агитационный поезд «Мангалек-Ель» предназначен для организации различных культурных и общественных мероприятий, оказания социальной и юридической помощи. Сельское население получит консультации по вопросам предпринимательства и образования. Асель Сазымбаева, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. После красочной концертной программы активисты шахтерской столицы обсудили все тонкости функционирования поезда «Мангалек-Ель». Состав прибыл на вокзал Караганды из столицы Казахстана. Главная задача культурно-просветительного поезда – это сохранение стабильной общественно-политической ситуации среди населения страны. Сельчанами будут проводиться встречи по разъяснению плана нации 100 конкретных шагов. Также проведут множество культурных мероприятий, прием и консультирование сельского населения по всем актуальным вопросам. Поезд завершит свой путь в городе Алматы 18 марта. За это время состав охватит более 30 населенных пунктов Казахстана. Прежде всего я хочу сказать о том, что наш поезд «Мангалек-Ель» посвящается 25-летию независимости Казахстана. Но совпало. Мы к выборным кампаниям, к агитациям, пропагандам никакого отношения не имеем. И здесь есть несколько положений, связанных именно с политической реформой «100 шагов», которую президент перед нами ставит, омолаживание самого парламента. Продолжаем выпуск. В супермаркетах Караганды проводят консультации для самозанятой молодежи. Им рассказывают о новых вакансиях, возможностях получения арендного жилья и оказывают юридическую и психологическую помощь. Такую инициативу проявляют специалисты молодежного крыла «Жасотан». Подробности у Аима Мриной. Рагимат Гаджиева – студентка-заочница. Девушка работает массажисткой в одном из салонов. В торговый дом зашла, чтобы сделать покупки. Увидев консультативный центр, решила посетить специалистов. Осталась довольна. Я проходила, увидела народ, услышала, мне сказали проходящие мимо люди, что можно узнать о своем здоровье, можно узнать про наше здравоохранение, можно узнать про работу для молодежи. И, вы знаете, я очень заинтересовалась этим и решила подойти спросить. Консультативный центр работал весь день. Измерить свое артериальное давление и узнать уровень сахара в крови спешили не только молодые, но и люди постарше. Все желающие могли узнать о программах с дипломом в село «Дорожная карта занятости-2020» и «Дорожная карта бизнеса». Представители госучреждений отвечали на вопросы и раздавали буклеты. Молодежным крылом «Расутан» был организован в 2013 году молодежный консультативный центр «Кенес-Орталага». Цель данного центра – это бесплатная консультация по актуальным проблемам молодежи, участие молодежи в реализации госпрограмм. И он работает абсолютно бесплатно. Мы работаем все 12 месяцев в году. Также в консультативном центре молодежи рассказали о местонахождении избирательных участков. Жасутановцы отмечают, в 2015 году помощь специалистов получили 27 тысяч человек. Всего за день специалисты обслуживают не менее 200 человек. Центр работает ежедневно, кроме понедельника и воскресенья, в торговом доме «Гранд Стор». Аймаврина Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Твори и добро. Под таким лозунгом прошла благотворительная акция красоты. Клуб добряков Караганды уже во второй раз собирает мастеров по визажу, маникюру и прическам. Все эти востребованные услуги карагандинки получили по низким ценам. Вырученные средства идут на помощь малоимущим семьям. Всего в Казахстане существует три клуба добряков. Инициаторами выступили Астана и Алматы. Вот уже два месяца, как карагандинцы, следуя их примеру, помогают людям. Ответственность на себя взяла Зара Шалабаева. Мы берем на баланс семьи и помогаем нуждающимся семьям в виде продуктов, лекарств, одежды. Ну вот на балансе семьи, которые у нас находятся, мы постоянно их навещаем. А сколько семей? А сейчас на балансе у нас 10 семей. Сбор денег добряки не ведут. В социальных сетях они пишут, что нужно семьям. И люди не остаются в стороне, стараются помочь. Отзывчивые горожане помогают проводить акции. Например, в минувшие выходные представительницы женского пола могли сделать себе макияж, маникюр, прическу, нарастить ресницы, получить спа-процедуры или купить украшения ручной работы. Все клиентки остались довольны работой мастеров. Я пошла не одна, я пошла вместе с дочерью. Очень понравилось. Замечательные специалисты. Что вы делаете? Мне сделали укладку, мне очень нравится. Побольше бы таких акций, побольше бы на благотворительность. Узнала из Инстаграма и сделала себе мейкап. Мне очень понравилось. Побольше бы таких благотворительных акций. Организаторы молодцы. Мне здесь очень понравилось. Некоторые мастера приняли участие в акции впервые. А визажист Анара уже во второй раз с радостью помогает людям и организаторам. Работаю с 2009 года. Также являюсь тренером международного класса. Участвую в этой ярмарке уже второй раз. Очень нравится. Хотелось бы, конечно, помочь людям. Спасибо большое клубу Добряков, Караганда, всем, кто посетил. Не остались равнодушными 20 мастеров Караганды. А посетили салон красоты и благотворительности более 100 человек. В планах клуба проводить подобные акции каждый месяц. В Караганде стартовал шестой турнир по волейболу, посвященный памяти генерал-майора милиции, воина-интернационалиста Владимира Шумиленко и 27-летию вывода советских войск из Афганистана. В спортивном зале «Динамо» встретились стражи порядка из всех регионов области. Полицейские соревновались за памятную книгу из библиотеки генерала, которую привезла его вдова. Турнир в честь памяти заслуженного работника МВД генерал-майора милиции Владимира Шумиленко собрал в «Динамо» 27 команд. В числе приглашенных была вдова генерал-майора Людмила Шумиленко. Она с теплотой вспоминала своего мужа, рассказывая, каким он был трудоголиком. Ведь Владимир Шумиленко отдал органам внутренних дел более 36 лет жизни. Начинал службу простым оперуполномоченным. У нас библиотека есть, мы решили из этой библиотеки книги по искусству. Дарить лучшему игре. И вот с 2011 года, и сегодня я принесла книгу, шедевры русского искусства. Волейбольный турнир начался с активной игры команды УВД города. Капитан команды Талхат Шайжанов не скрывал уверенности в победе. С его слов, в прошлом году они выиграли кубок без особых проблем. Ведь все игроки регулярно занимаются спортом. Этот турнир не стал исключением. Его команда вновь победила. Это очень большая честь. В прошлом году мы когда получили, я, можно сказать, целый год ходил гордым. Это гордость занять первое место на данном турнире. Организаторы встречи уверены, турнир поможет вовлечь полицейских в регулярные занятия спортом. Всем участникам вручили памятные подарки, кубки и медали. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова